С рабочим визитом посетила на этой неделе Зайнский муниципальный район, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстангу, Залюдачина. Этот визит плановый, и Зайнск стал 18-м районом в Республике, который проверили в этом году. Программа визита обширная, первоначально уполномоченная по правам ребенка посетила две сельские, одну городскую и одну спецшколу коррекционную. В рамках такого посещения, проверки, предмет внимания, являются абсолютно все направления деятельности детского учреждения, и школа в данном случае, и организация питания, и организация образовательного процесса, воспитательного, как организовано дополнительное образование детей, какие условия для получения образования, насколько укомплектована сегодня школа, и как она готова к началу учебного года. То есть все эти вопросы в рамках вот такого посещения, они тоже находят свое, получают свое внимание. Уполномоченные по правам ребенка также на месте. На встрече со специалистами служб обсуждают вопрос работы с неблагополучными семьями в Заянском муниципальном районе более 20 таких семей. Вопросы изъятия детей тоже находятся в зоне особого внимания. Год, как мы очень серьезно изучаем в каждом районе ситуацию с приемными семьями. К сожалению, вот та недавняя трагедия, которая имела место быть у нас в Алексеевском районе, ну, лишний раз подтверждает, что это актуально. Впервые мы с этой проблемой столкнулись, что есть у нас проблема приемных семей, практически год назад, в июле прошлого года. И с тех пор вот в каждом районе мы эту тему изучаем, смотрим, заранее тоже запрашиваем все списки приемных семей. Нас интересуют вопросы тех выплат, которые дети получают и получают ли они. Каким образом замещающие родители расходуют эти денежные средства детей, целево, не целево, в интересах ребенка, не в интересах. Насколько органы опеки отслеживают все эти вопросы. Кроме того, контролируется лечение детей в опекунских семьях, дополнительном образовании и многое другое. Все эти вопросы были рассмотрены на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних с привлечением всех представителей органов-субъектов профилактики, главная функция которых – контроль за соблюдением законных прав и интересов детей. Кроме того, Гузель удачно провела прием населения Заинска. Со своими вопросами к уполномоченному обратились шесть человек. Вопросы касались улучшения жилищных условий, использования материнского капитала и другие. В целом район получил положительную оценку. Что понравилось? Я так поняла, что в целом по Заинскому муниципальному району действует единая система организации питания детей. То есть мы посетили две школы, одна сельская, другая городская школа. Увидели, что и в той, и в той школе совершенно идентичное меню. То есть вот это приведение к единообразию, оно сегодня позволяет, с одной стороны, усилить контроль. Здесь вот что в сельской, что в городской школе, в принципе, вопросов нет. Управление образованием, что порадовало, действительно держит эту ситуацию в достаточно серьезном контроле. Централизованная организация питания, хорошего качества продукта питания, из которого готовится еда для детей. В принципе, очень порадовала организация образовательного процесса в одной из лучших, я думаю, школ, наверное, Заинского района. То есть это и, понятно, школа новая достаточно, и укомплектована она всем необходимым. Дальше мы смотрим еще такое, ставлюсь в каждой школе, очень важно. Это организация доп. образования, да, на базе каждой школы, какая кружковая работа ведется. И мы действительно увидели, что полное соответствие есть. Вот что мы увидели на сайте вашей Заинской школы, да, какие есть кружки. Мы реально увидели, что эти кружки есть и на стенде в самой школе, сформированы группы сегодня, и ведутся соответствующие занятия. То есть не для галочки, это не профанация, это действительно то, что есть. Кроме того, были обозначены задачи, над которыми предстоит работать. Елена Маврина, Игорь Майоров, Новости Татарстана.